здравствуйте дорогие друзья продолжим нашу недельную главу однажды маленькая притча такая однажды на отец богатой семьи решил взять своего маленького сына в деревню чтобы показать насколько бедными могут быть люди они провели ночь на ферме очень бедной семьи когда вернулись отец спросил сына как тебе понравилось путешествие да замечательно ты увидел что есть люди богатые бедные он увидел у них есть собаки куры утки гуси коровы козы и много чего у них еще огромные огороды там растет все что в магазине и можно спать прямо на чердаке смотреть на небо они очень богаты а у нас дома кактус и одна кошка вот так иногда в нашем мире бедность кажется богатством злоба добротой много всего скрывается в темноте нашего мира а как определить что правильно что нет для этого нам и нужно изучать вот написано что мир похож на лабиринт написано в книге меселат яшари и чтобы найти выход из него нужно что хорошее знание схемы лабиринта и фонарь заповедь это фонарь до светильники наставление это свет это вот так вот для чего нам все это нужно вообще вот все что происходит в этом мире можно представить виде человеческого тела говорят мудрецы история то же самое не исключение по мере того как мы движемся вот от головы вниз до с история к ногам суть происходящих событий отражается в этом снисхождении наше поколение достигает уже конца истории живет в эпоху поступи машиах а буквальном смысле это означает пятку мессианской эпохи мы похожи на толстую омертвевшую кожу говорят мудрецы на стопе до этим кардинально отличаемся от головы и от сердец прежних эпох когда нам говорят чем мы отличаемся любавческий рыба говорил что в море свирепшую буря огромные волны и уносят все и оставляют путешествия море это мир где стоит жизнь вот сегодня до волны это стресс тревога нерешительность незнание куда повернуть на что рассчитывать куда расти там и так далее поступить надо так как поступили умные построили себе ковчег что такое ковчег ковчег по еврейски это тэва это означает что ковчегом должны стать слова торы молитвы духовности мы должны именно поэтому в сегодняшнем страшном мире мы должны выйти в этот ковчег именно поэтому условно вот тот урок который мы сейчас занимаемся является ковчегом чтобы она не затянула нас со всем что нам принадлежит водоворот иногда мы думаем что делаем правильные вещи занимаемся какими-то духовными делами из-за этого может например не в курсе того что происходит там за стеной в соседней комнате написано что мы не должны быть настолько вовлечены в свое духовное самосовершенствование чтобы оставаться не чувствительным криком о помощи стоящих рядом то есть надо понимать одну вещь противоположность тьме это свет когда один человек не способен увидеть другого они оба как бы во сне и мы становимся когда внимательны и восприимчивы то это значит у нас у обоих свет и добро мы с вами растем в потрясающем мире а в на самом деле используем его на 1 процент на 1 процент мы имеем огромный потенциал на самом деле не делаем ничего знаете рассказы об одном крестьянин который надо было в город поехать он долго собирал деньги решил что вот наконец я пошел купил билет его спросили в какой класс первый ну да первый и вот зашел на на станции стоит вместе со своими друзьями там какие-то крестьянами тут звонок звон все побежали в дверь и он побежал втиснулся сидит едут вошел контролер все начали прятаться вот он он тоже запрялся под лавку там еле-еле согнулся вытаскивает контролер ваш билет вы заяц умерли я не заяц я вот билет и контролер смотрит на билеты у вас билет первого класса зачем вы едете здесь на полу в грязном вагоне под лавкой так и мы с вами у нас вами билет первого класса у нас с вами огромные возможности почему мы все время едем в каком-то там грязном задрыпанном вагоне считаем что мы молодцы это немножко не так наш вагон духовности наш вагон там где можно найти какой-то настоящий духовный свет сегодня шаббат сегодня очень большой день шаббат вообще большой день и вот сегодня может быть самое время немножко остановиться и подумать немножко куда я бегу что со мной происходит что будет завтра немножечко подумать и немножко обратиться к тому у кого в руках все и сказать ему вот на что сказать вы сами знаете барахавая слаха хорошего шаббата